во имя отца и сына и святого духа евангелие от матфея 24 глава 22 по 24 стих и если бы не сократились те дни то не спаслась бы никакая плоть но ради избранных сократятся те дни тогда если кто скажет вот скажет вам вот здесь христос или там не верьте ибо восстанут уже христы уже пророки дадут великие знамения чудеса чтобы прелестить если возможно и избранных одно слово которое здесь встречаются слово избранные она встречается 217 раз во всей библии и в новом завете 50 чем-то раз других падежах слова в как которым мы если пользуемся только в плотском понимании пришли магазин что-то выбираем избираем ну первое слово избирать получается бытие 62 люди ничего не знаю но уже научились избирать избранница тогда сыны божии увидели дочерей человеческих что они красивые и брали их себе в жены какую кто избрал какие древние времена первая книга библии говорит что люди уже старались из всего что есть в наличии избрать лучше а в духовом плане избирают или нет в мире вообще встретить нельзя они будут говорить вот это книга хорошая вот представляется что общая какая-то идея объединяет хорошая или плохая а здесь речь идет выбор один небо рай или ад или тебе радость вечная предлежит или вечное мучение другого выбора нет середины такой серенькой мглы нету там есть свет и есть его притом написано какая тьма тьма есть внутренняя и тьма внешняя 18 13 19 18 19 ту же бытие ибо я избрал его для того чтобы он заповедался нам своим и дому своем после себя ходить путем господним творя правду и суд и исполнит господь над авраамом все что сказал о нем видите как все время было легче разговаривать они знают мы избранная нация избранный народ я разговариваю когда с ними но мы по-другому мало того маца специально приготовляет и по вагонам идут и раздают меня спрашивает это вот евреи там бывают самолетов представляют в аэропорту пищи называется кошерная всякую пакость пишет об этом я где-то наслышал кровь младенцев там примешивают что вы городите когда же кровь агнца должна были то быть на землю я не еврея ну такую мерзость допускать говорить это если она кошера значит она по всем правилам законом которые говорятся в библии чё ж такие необразованные то с одной как-то стала разговаривать у меня сестра и говорит а ты знаешь имя то какое у бога бог открылся в имя мигу бегова а я думал о нечистом это что ж такое то в какой же тьме мы-то находимся здесь и каждый должен себя сегодня проверить избран был ты или нет к этому слову очень сильно привязываются сами же верующие как-то себе может говорить избран если грешник супер грешный не избран с этим соглашается все это тоже от лукавого мы это даже почувствовать в тот момент когда мы стояли на другой дороге и на все по своими глазами смотрели а тут господь дает свое зрение а почему избранное и мы видим рады из ради избранных тяжелые времена это или война какая-то или холера болезни сократятся ради избранных избранные они у бога записаны мы бы это можно даже просчитать исход 32 32 у нас книг много но есть одна книга единственная которая будет главной книгой когда мы умрем записанному там или нет прости им грех их а если нет то есть гладь и меня из книги твоей которую ты вписал я нашел что в мире так общее известно три человека которые говорили а как они могли сказать не понимая ревность есть но они там были в огне горели хотя бы одну минуту нет ну поэтому говорит и не о чем но любовь их выразить в том что если ты их не помилуй что и меня выщеркни за этой книги это говорил моисей раб божий второй случай мы видим апостол павел говорит за родных мне просто послание кривом когда считаем четко и ясно говорит это 9 33 говорит если ты их не помилуй что меня тоже изгладь я согласен я готов подать место в раю для них и 3 говорил серафим саруновский помилуй пощади архиереев священников когда бог заговорил с ним что для них вход закрыт а почему потому что оказались соблазном разбойники священники это пророк оси называют смотрим у захарии а то мы привыкли так что батюшка на каждом шагу а самые грозные слова говорятся о священстве сколько их адрес проклятий мы считаем 48 10 иеремии кто дело господне делает небрежно да будет проклят а какое дело божье ну что не возьми все божье но когда в церкви делать крещение прочее причащение ну дела которые священники могут делать ясно что божие более небрежно никто никак не делает вот чтобы где-то не было ты по-другому сделаешь у тебя не будет того что хотел бы быть скотина оказывается без не нужна она ты не будешь кормить как следует ни молока ничего не будет так точно на поле а здесь говорится о вечности каким образом господь говорит не вы меня избрали а я вас избрал я то думаю вот я уверовал я вас звал богу я сам это сделал ничего нету этого он говорит господь нам говорит я избрал тебя а если я не так поступаю накажу но милости мы не отниму восемьдесят восьмой псалом конечно это говорит да вы это себе накажи порази меня но только милости не отнимай вот когда самый популярный псалом это сказать самая популярная песня 3000 лет над всем миром это 50 псалом когда он говорит два смертных греха сделал по обеим ну отнял чужую жену и мужа убил его сразу надо было предать смерти но здесь по-другому было и он говорит и духа твоего святаго не отними от меня этот златоуз подробно раскрывает что в таком бедственном состоянии находилась душа на дух святой не отнят а раз он не отнят значит он тебя все равно вызволит отсюда почему и говорится 8 9 кримлян кто духа христова не имеет от него с верующим очень трудно разговаривать что надо я хожу в церковь все делаю причащаюсь то духа христова не имеет здесь говорится не о причастии а жизни во христе а эта жизнь такая будет которая на вчерашнюю когда ты этого не знал она совершенно не похожая будет у тебя другие суждения будут другие но все будет другое и друзья и господь сделает так даже угроза какая была тебе нельзя было там пройти господь берет защиту я разговаривал зима раздана уровень и человек который специально уполномоченный параллелиозным культом но самое главное которого закрывали храмы через них все но я так близко познакомился я где он работал да притом такая была война физская настолько она была негодная только один из них снайпера почти 900 человек застрелил оттуда с той стороны и он говорит я приехал приехал домой коммунист видимо комсомолец был я увидел икону и мама за меня все молилась будущий главным врагом православия теперь он опирается на православие стоит храме покровском соборе это я говорю о том что есть наша сестра утром они вы буквально соседом в одном доме были и так если мы избраны надо день и ночь благодарить если не избраны умолить бога совершено давно избрание а в чем она выразиться в жизни жизни вот я сколько разговариваю судьи а тебя тебе хочется его был у нас человек и ушел он все теряет абсолютно я игру бывает это молитва там как у нас сейчас через каждые два часа звонок по интернету и на молитву и считает кто будет молиться спрашивать братьев ищет у него есть нету ничего этого ходишь храм часто нет после соблюдаешь нет так ты же знал все я вижу это не надо главное чтобы я считал себя верующим я послужил ну это не годится если ты избран избран никуда-то усыновлен богом серопим то о чем заботился священство чтобы поднять почему они так безобразно себя ведут я сейчас посмотрел знатный человек тут умер и даже патриарх на похоронах участвует такие слова говорят о нем а у него столько за ним за этим человеком зачем это делает дискредитируя патриарха побуждает его к этому я там все видел не хочу называть ничего вы знаете о чем речь идет то есть трудно найти грех в чем бы не повинен был человек если господь позволит завтра принесу материал как юродивый андрей видел когда хоронят человека недостойного идут священники кадилов песнопения и только он один видит идет толпа демонов называет эпиопы и они пеплом бросают в людей посыпает его мертвеца и зловонной жижи из какого-то места поливают вокруг а поют со святыми у покоя дьявол говорит человека повинул во всех бедах да будьте вы прокляты христиане это дьявол говорит я не могу это выкинуть это житья по демитру ростовскому почему а так и похоже здесь играть нельзя а можно ли за них молиться нет все закрылось почему а там слова это работа его не был был раб греха он сам себя рассказывает о самой непотребной жизни это человек чего ради решили и мы должны в этом быть очень внимательны прочитаем еще несколько мест числа 11 28 в ветхом завете много было избраний разных по коленам разбивались у нас у русских ничего этого нет и избранный мой кто левина колено никто не может священству приблизиться у нас хоть цыган быть хоть кто верующий настоящим можно поставить его и так я потом перемещусь в новый завет и покажу как нам надо понимать это слово хотя тебя будут оскорблять за это а ты избран да я могу сказать день час какие перемены произошли перемены в течение ну допустим полчаса абсолютно все другое бог дает зрение глянуть туда кто склонялся и кто встал да вы так придумали а нет и работа все меняется вся жизнь меняется и отношение людей к тебе меняется почему для них мы несем запах смертоносный а другие живительный павел говорит да какой запах божественные благовестия итак числа 11 28 в ответ на это иисус сын новин служитель моисея один из избранных его сказал господин мой моисей запрети им видька избранные а они начали благовествовать а ты запрети им а господь когда таким говорит не знаете какого вы духа ну или я то посмотри сколько было по 50 человек он пожег их не не приняли вселенные ущельяки ко христу позволь нам ему это сделаем не знаете какого вы духа задают вопрос благословлять кого благословлять когда я так боюсь этих слов выбрал из местописания человеку посылаю сейчас легко это делать но больше 20 мест кого благословлять благослови господа а дальше говорится без всякого прикословия меньше благословляется большим благослови детей приучи их уходя положить красный угол как на заде икона три поклона то отец или мать дома чтобы они благословились я иду в школу или куда-то еще не поздно мы еще живем на замене если ты упустил это скажи уже она сама со своим ребенком ничего не делай без благословения и благословяйте друг другу врагов не проклинайте а благословляйте мы для этого призваны вот что такое избрание и ради избранных казни уменьшатся они рассчитаны были на 15 лет бог сделает их три с половиной года всего только итак считаем евангелие от луки 6 13 когда же настал день призвал учеников своих и избрал из них двенадцать которых и номиновал апостолами было время однажды когда иуда отпал то на его место претенденты какие-то были но правила поставили кто был со христом сначала может приходил уходил до самого начала и нашли двоих и матвей господь избирает они сделали жребий а как это жребий если не знаешь то надо посмотреть на биографию патриарха тихона белавин три человека которые больше всего за них проголосовали это собор был три меньше всех было патриарха тихона но решили так как какого-то привезли там схимонах слепой и положили там где трубочки написали бумагу он там как у нас шапки делают он достал прочитали тихо кто так ахал до меня меньше всего а больше всего антония который оказался за рубежом храповицкий и тому там придется возглавить большое крыло православное а можно ли выбирать так дома я хочу ехать давайте так сделаем нигде больше не считали не искушайся здесь написано бог избрал а как избрал дальше мы увидим когда в диаконов избирает на то чтобы людей кормить правильно было изведанных в духе святом искренних активных но среди них степан будет ну и дальше это будет первомущенником когда его убили и так 23 35 это место которое нам говорит сегодня дух святой и стоял народ и смотрел но смехались же вместе с ними начальники говорят других спасал пусть спасет себя самого если он христос избранный божий видите это слово избранный в упрек было на смешку над христом даже христу говорит он избранный пусть спасет нет избранного еще больше бог дает и претерпеть и прославить его поэтому когда какие-то искушения близкие люди против ты за все прославляй молись нам другое не дано если ты избран смотри чтобы имя господи не поносило через нас а позволь мы деревню спалим эту как просто это у них вышло господь понимал это и вот здесь говорится если ты избранный божий садись креста это означает если ты избранный божий забудь обо всех о своей миссии для чего ты пришел на эту землю зато это дьявол говорил разъевая рот людей он кричал из них садись креста и мы поверим надо еще понимать откуда и что евангелие от яна 15 16 я специально из разных книг взял посмотреть как апостолы относились к этому слову чтобы его не боялись а смело могли сказать меня бог избрал поэтому я православный христианин конечно в первую очередь христианин не вы меня избрали а я вас избрал и поставил вас чтобы вышли и приносили плод и чтобы плод ваш прибывал дабы чего не попросить от отца во имя мое он дал вам значит мы имеем право доступа к богу мы знаем молиться к нему о чем вот мы молимся когда сейчас господи владыка живота моего а потом 12 поклонов их всегда делали земными вдруг отменили у старобрядцев они сохранились тело стоит сгибать вы помните у нас полный мы молились здесь на вторник перенесли где а дальше из боящего сребролюбия слово сребролюбие выкинули тоже а у них повторяется я позвонил местному священнику и решил сверить он говорит оно всегда было здесь господи владыка жабатама дух праздности уныния любоначалия празднословия и сребролюбия вот у нас это мы все включили и спрашивать никого не будем а почему убрали я не знаю я знаю что это слово кого-то сильно обличало ну зачем бы он убирал это слово то когда сребролюбие ну всех постигать дай на работе что больше платили но это не сребролюбие если ты платишь милостями все как положено не прикарманируешь десятину но однако слово сребролюбие было все меряют только тем сколько получится из этого так и девятнадцатый стих еще просчитать 15-19 если бы вы были от мира то мир любил бы свое а как вы не от мира но я избрал вас от мира потому ненавидит вас мир вот и все вот они говорят так они нас поносят вот здесь есть вторая канцезападная была что ли там сто сорок четыре номера собирались баптисты отделенные которые я это все помню в газетах печатали их там арестовали пол вскрыли и сколько нашли младенцев убитых которых они убили ну конечно никого не вскрывали ничего нету стопроцентный обман вы пойдите в абортари посмотрите кто убивает вот посмотрели ну даже встречается с президентом православный ну поклонился ему железку прилепили тут орден какой-то пошел я вот смотрю баптистская семья у него десять кажется девочек десять девочек девять парнишек и она беременна двадцатый будет и стоит президент ну и ему там святы дарит это все нас сегодня показывает а он в ответ говорит так от нас тут еще не зависит это наш господь который умер за нас целую проповедь говорит православный ну почему бы не сказать такой момент царь расположенный к тебе и ты прославь бога это не твои дети бог дал мне детей говорит представь двадцать два-три то уже не знает куда говорит а то двадцать не как-то а живые все и песнопения как поют показывают ну можно хорошее там взять я не толкаю к баптистам мы же живем среди них видите они появились позже православных на тысячу шестьсот на тысячу пятьсот лет позже православных насчитывается двести восемьдесят миллионов а их шестьсот семьдесят миллионов уже а почему а все проповедуют как они что не будем об этом все в данный момент а именно то что они любят слово божие и любят библию библию любят и сказать христа они знают как по-своему вот у меня сейчас из германии несколько семей есть ну они русские туда уехали и бог открыл хотя не хотят их слушать родство большое а они интересные такие люди прямо только немного скажешь только какие каноны то запрещают каноны все расспрашивают видно что живая душа а то сегодня раза три только одному ответил по поводу большим текстом человек не русский может быть приедут на крещение только запустили там нигде не могли найти полное погружение даже фамилия то одна буква больше чем у брата я говорю а что она означает он даже кажется не знаю говорить после первой буквы Р стоит еще деяние шесть пять и угодно было это предложение всему собранию и избрали стефана мужа исполненного веры и духа святаго и филиппа и прохана и никонора и тимона и пармена и николая антиохийца обращенного из язычников знаете как которые ели еленисты это евреи из других стран приехали а тут свои и вот надо же стали видимо пироги делить кому-то проголело те которые издалека этим хорошие начался ропот ни на чем и даже на такое простое дело раздавать то чтобы накормить людей они их избрали господь избрал их но людям показал кого избрать я представляю как вот сразу две тысячи обратилась не то что тут у нас сколько людей и спрашивает а ты будешь ну вот а может быть он думал какая карьера там будет откроет пойдет благовестовать это потом сейчас накормить людей надо сначала и избрал господь какие качества вот избирали патриарха качества чтобы у него канцелярская работа была не меньше 15 лет высшее образование закончил духовную академию то есть по этим нормам ни один апостол избран бы не был а какой у апостола петра ну какой там диплом то он рыбак а я вообще дальше 9 15 то есть нужно воображением так прикинуть а избрал бы нас господь на это дело или нет но господь сказал ему иди ибо сын ибо он есть мой избранный сосуд чтобы возвещать им имя мое перед народ перед народами и царями и сынами израилевыми он говорит свидетельствует это господь говорит я избранный сосуд и посылает о чем благовестием до края вселенной вот он может быть проповедник вот мы сегодня должны об этом уже думать просить благословения на детей которые еще ничего не понимают господи соверши твое святое избрание господь ответственности знает путь каждого человека до последнего вздоха но здесь мы должны сами показать ревность и поэтому огради его от всего что не славит бога а он ребенок не понимает понимает если ты молишь то дома слова молитвы у него будут женщина одна впала какое-то такое состояние бывает клиническая смерть а врач делает еврей а она лежит и говорит считает молитвы еврейские он когда она учнется ты откуда знаешь я не знаю ничего оказалось она молодая была в душе пропестора еврейского служила и она слышала как молитвы считают они и она у нее отобразилась она никогда их не читала но в момент в это вот состояние когда она не руководила мозгом то и она стала произносить эти слова поэтому даже мать если она еще в очреве носит пой божественные песни ребенок слышит совершается может быть избрание для вечности Иакова 2.5 я из разных посланий чтобы увидеть как люди понимали это слово чтобы мы присоединились к ним не боялись сказать Павел избранным святым вот сейчас скажи кому я пошел в храм к своим святым да что ты кто тут может быть святой все которые искуплены кровью Христа они избранные возвысти голос свой перед Богом благодарности вот когда делается 16 поклонов ну все боже очисти меня грешного я говорю почему так скучно молимся раз-два сказал ну давай как у нас молимся мы как Андрея Крицкого четыре просительных очисти помилуй прости а потом четыре поклоны сделай земли с благодарением благодарю что позволил собрать благодарю что избрал меня благодарю за святость а четыре славословия слава тебе господи как ты этот мир раздвинул для меня как я теперь люблю тебя слава тебе и четыре поклона на славу эта молитва совсем по-другому пойдет надо пробудить на молитве а не просто господи помилуй там проторабанил и пошел и у нас сразу это приняли я молитва которую мы считаем здесь она там у нас есть в трапезной это взял выслову интернет его сразу приняли сейчас по молитве это молится а составил это у нас сестра вы знаете какая да благословит ее Господь кто писал вот это все первое петра 1.1 в самом начале это слово стоит из Якова не прочитали еще из Якова 2.5 не прочитали 2.5 послушайте братья мои возлюбленные не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия которое он обещал любящим его вот и все бедных у которых ничего нету незнатные ну кто знает там умерли там или живем нас никто и не знает а Бог знает и у него особая книга куда мы все вписаны я помню когда я сдавал экзамен в сельскохозяйственный институт завтра вывешивать списки прибежал все пересчитал список меня нету видимо оценки ниже было а кто-то говорит на втором этаже добавочный быстрее мне никто не бежал забежал а там есть вот в вечности будет сколько там Николаев сколько разных Елен будет но именно твое имя каким-то образом тебе будет принадлежать мы это не знаем никто говорит не знает того имени которое даст Господь каждому прочитаем 1 Петра 1.1 Петр апостол Иисуса Христа пришельцам рассеянным в Понке Галатии Каппадокии Асии Ивине Ифине избранным по пределению Бога помолиться сколько погибло в этих давках было и сегодня Господь касается каждого сердца ты избран теперь посмотри куда тебя Бог призывает вы знаете какая война идет сколько погибших а что просить надо не победы потому что проклят то меч Господень удержит от крови мы молимся да будет воля твоя Господи Господи устрой как тебе угодно Божья воля должна быть а не то что дай нам победу а там их тысячи тысячи которые туда пошли и показывают куда или сжигают их за собой не потащат они или закапывают 1 Петра 2.9 Но вы род избранный царственное священство народ святой люди взятые в удел дабы возвещать совершенство призвавшего вас исть мы чудный свой свет вы избраны возвещать совершенство Бога который вас избрал ну я буду говорить меня с работы уволят не уволят они по другому будут разговаривать с тобою для того тебя Бог избрал проверь себя когда ты последний раз благовествовал Петр говорит об этом избрал для благовестия возвещать совершенство Бога которому мы служим 2 Петра 1.10 спасибо братья более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание так поступая никогда не приткнетесь вот тогда ну не то что соблазнился тот не так делает ходить не буду у тебя наоборот будет без тебя может там и не обойдутся у тебя может быть ключик к этой душе есть твердым делай свое избрание ты меня избрал господи вразуми теперь не отстану если можешь ночью ну хоть поклонов там десять сделай если можешь и скажи господь вот сейчас такая беда я не знаю как поступить и он господь внезапно тебе озарение пошлет я говорил о чем молиться книги то кончились и вот этот трехтомник издавать цены какие решили только пять тысяч экземпляров ну три почти десять миллионов и главное денег нет и все молятся господи помоги нам трехтомник издать и будет это не знаю но я знаю наш бог очень силен он может это сделать римлянам 1.1 павел раба иисуса христа призванный апостол избранный благовестию божию видите как благовестию избран благовествовать вот чем все а я избран или нет у тебя внутри будет все время как огонь о чем говорит пророк иеремии я пытался молчать а это не удастся никак ты будешь свидетельствовать ты будешь говорить слова которые могут тронуть людей которые около тебя сколько время жили они не хотели ничего слышать а видят твою неотступность они обратятся в житие святых о таком имельяне говорится они его побили за город вытащили бросили он кое-как отдышался пришел забрался к ним это где идолы давай их колотить они проснулись ночью он их всех переколотил и люди обратились к Богу кажется ну не так же обращать колотить идолов то не будем обсуждать люди пришли к Богу Григорий Щедотворец говорит я когда приехал в этот город поставил его епископом то в городе было семнадцать верующих человек теперь его переводят на другую капельку он говорит теперь я уезжаю в городе осталось семнадцать неверующих понимаете вот как какие примеры для нас а почему это избрание это чудотворение первое коринфиам 1.27 мы слово это разберем в том масштабе в том свете который говорит нам святая библия но Бог избрал не мудрая мира чтобы посрамить мудрых и немощная мира избрал Бог чтобы посрамить сильные так как посрамить а так будет еще этот день когда перед судом Божиим все восстанут мертвые воскреснут и тогда будет показано почему при мудрости Соломона написано когда суд начнется они скажут этот который ганим был и он причислен к сынам Божиим а мы его ни во что ставили там прямо говорится как суд Божий будет идти мы ни во что ставили там многие из вас грамотно перечисляют не в этом дело грамота нужна дипломы нужны но для славы Божией так ну можно одно слово еще прочитать и все римлянам 9 33 кажется ух ты или 3 римлянам 9 3 сначала глянуть я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти видите как вот то что мы сейчас проходим этот урок это мы ревизию делаем своей душа вы все время благодарить вот что нам Бог дал вот мы собираемся ну совсем мало людей и люди смотрят много многие многие смотрят а как мы сумели а как вот эти каноны везде тут там свечи даже свечи не такие одеяния люди все это видят и нас говорит малое стадо но нас Бог избрал нам благословил у нас нету ни торговли ничего нету то есть то что отвечает нас от тех людей которые ничего этого не имеют как доверие богу да будет это наше избрание до конца нашей жизни да благословит господь и определит нашу участь в вечности быть с ним всегда аминь спасибо 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 спасибо